Хайрл Танг, Хайрлы Кунг, Хайрлы Кеш, дорогие друзья, это блог-влог-шоу программа журнал номер один у хоккей Казахстана головой облёт. Меня зовут Артём Буланов и я по-прежнему ваш главный путеводитель в мире под названием казахстанский хоккей. Спасибо, что включили, вы лучшие люди Земли. С детства, когда маленький был, смотрел по телевизору. Восхищаюсь, смотрю, наслаждаюсь каждый день. Сегодня выпуск в дайджест новостном формате, ведь головой облёт это главное из мира казахстанского хоккея, уважая ваше время. Сегодня только о важном. Уже 30 апреля, ровно в полночь, карета превратится в тыкву, изящное платье в обноске, а в барысе у ряда звезд закончатся контракты. У головой облёт, как всегда, есть мощный инсайд о том, кто может покинуть клуб и окончательно испортить настроение и резюме боссов барыса. Житель столицы в своих социальных сетях написал о том, что цитата уже четвёртый месяц, как безответственная организация, не перечисляет плату за аренду моей квартиры. Имея в виду барыс, головой облёт узнал все подробности и расскажет, чем же закончилась эта история. Хоккеисты Би Барыса и в первую очередь молодёжного ЖАЗ Батыра бросили все свои дела и отправились вместе с другими жителями АТРАУ, вызывая дей дамбы от грядущего наводнения после паводков. Просто красавцы! Саян Даньяр эксклюзивно в головой облёт рассказал о своём увольнении с торпедо и планах на будущее. Я думаю, не было бы проблем, если бы я разговаривал в торпедо о каком-то дальнейшем, но будь что было. Игрок Кулагера Александр Своеволин в головой облёт о резонансных и обличающих весь спорт Петропавловска словах тренера Ильгиза Нуреева. Разочаровали, можно сказать, болельщиков. В связи с этим вот сейчас такие переменные в самом Петропавловске, в клубе. Восходящая звезда молодёжного хоккея Казахстана Алмаз Муканов в головой облёт о чемпионстве Барыса. Собрались с пацанами просто после победы на следующий день в бане посидеть там, пообщаться. Наступило лето, а это значит в головой облёт новый шикарный розыгрыш ценных, редких и очень стильных призов. Вы только гляньте на эту красоту, это же огонь! Напишите комментарий и выиграйте. А также о том, что происходит в нашей лиге и других важных новостях. По инсайдерской информации программы «Головой облёт» лучший вратарь Казахстана, галкипер Барыса и сборной страны Андрей Шутов максимально близок к переезду в один из европейских, чемпионатов. И скажу я вам прямо, с вероятностью 99,9% это будет чемпионат Словакии. На связь с программой «Головой облёт» на минувшей неделе выходили журналисты из Чехии и Словакии. Мой контакт у них есть еще с прошлого года, когда перед и во время чемпионата мира программа «Головой облёт» выступала в качестве эксперта чешского СМИ с прогнозами на игры сборной. Сейчас же европейских журналистов интересовало мнение о готовности Андрея Шутова выступать в одном из сильнейших клубов Европы. Каком узнаете очень скоро и, как всегда, из «Головой облёт». Андрей с вероятностью 99,9% как я уже сказал, перейдет в другой клуб. В подтверждении этого можно отметить и тот факт, что действующий контракт хоккеиста по информации программы «Головой облёт» заканчивается 30 апреля. Напишите прямо сейчас в комментариях, вы в шоке, станет ли это полным крахом для руководства Бориса, потеря главного вратаря страны, лучшего вратаря. Обязательно напишите, мне важно мнение каждого. «Головой облёт» считает, что переезд Андрея Шутова в чемпионат Словакии – это катастрофа для развития Бориса и дальнейшей стратегии клуба. Если, конечно, в этой стратегии нет пункта наигрывать вратарей сборных других стран. Также по инсайдерской информации «Головой облёт» Борис, возможно, покинет и Эмиль Нургалеев. На него претендуют сразу два клуба КХЛ. Эмиль Нургалеев точно есть в списке интересов «Металурга» и «Адмирала». Но самое интересное, что эти же клубы могут забрать у Бориса. Внимание, вы готовы? Просто выдохните сейчас, ну или облокотитесь на что-нибудь, чтобы не упасть. Аркадия Шестакова – одного из лучших Борисеев в прошедшем, пусть и провальном сезоне. Как я понимаю, Аркадий и его представители справедливо замечают, что сейчас ему, мягко говоря, не доплачивают. Ведь он имеет достаточно скромный контракт относительно своей статистики. И хоть сейчас и муссируются инфоповоды о том, что игрок и клуб обсуждают новый контракт, я мега уверен, что «Металург» и «Адмирал» дадут в разы лучше финансовые условия. И, попомните мои слова, Шестаков может сменить свитер Бориса. Все-таки в Астане таких денег ему не дадут. Скриньте. Шутов, Шестаков, Нургалиев, Нельсон Нажьен тоже рассматривают варианты. Напишите в комментариях, кого точно нельзя, ни при каких обстоятельствах, отпускать из Бориса. Пару фамилий. Ну а также, станет ли это репутационным ударом по руководству Бориса отпускать таких игроков в сборной Казахстана, из команды, в другие клубы КХЛ. Или же после Михайлеса и Мухаммедова вас уже ничего здесь не удивляет. Каждый комментарий под выпуском «Головой облёт» участвует в розыгрыше редких призов и подарков. Житель столицы Николай Путилин в конце марта на своей странице в Facebook написал о том, что вот уже четвертый месяц Бориса не перечисляет плату за аренду квартиры, в которой проживает их легионер. Более того, там написано было и о зарплатах, а также премиях игроков. Программа «Головой облёт» связалась с официальными представителями Бориса и мне удалось выяснить, что все финансовые вопросы с Николаем решены. Деньги ему выплачены. Но я, конечно же, перепроверил эту информацию и написал самому Николаю. Он также сообщил мне о том, что, цитата, «Все обязательства по договору исполнены». Вот такие дела. Ну давайте хоть за кого-нибудь, что ли, порадуемся. Хоккеисты молодежной команды из Атырау «Жас Батыр» сразу после проигранного финала Борису бросили все свои дела и отправились вместе с другими жителями региона возводить дамбы от наводнения после паводков. Согласитесь, это вообще главная новость выпуска. Парни достойны уважения. Приятно видеть, что в первых рядах тренер Евгений Дерябин. Вот кто уж точно настоящий патриот Атырау и всегда им был. Крепко жмем руку каждому из парней, кто внес свой вклад в это благое дело по защите своего дома. В плей-офф нашей лиги, растянутом похлеще НХЛ, сейчас бьются Орланы на мат и тут шансы равны. Это вы и сами понимаете, победит тот, кто более голоден, собран и допустит меньше ошибок. Напишите в комментариях, за кого вы топите и кто ваш фаворит. В молодежной лиге Казахстана уже в пятый раз подряд побеждает Барыс. Согласитесь, это достижение заслуживает того, чтобы переименовать лигу в лигу Барыса. По-другому этот турнир очень трудно назвать. В программе «Головой облет» эксклюзивно восходящая звезда турнира «Алмаз Муканов». Вы успели с пацанами отпраздновать как-то победу? Может быть, совместно пошли в пиццерию, кофе попили вместе с тренерским штабом? Было что-то? Нет, так. В общем, собрались с пацанами просто после победы на следующий день в бане посидеть, пообщаться. Сюда и все. Такого глобального масштабного ничего не было? Ну, глобального масштабного такого ничего не было. Просто все собрались и все, и посидели. Ну, первые лица Барыса были на вашем награждении, вас поздравляли. А что говорили они, что в раздевалке? Ну, поздравили с победой, как обычно, пожелали удачи на следующий сезон. Ну да, и все. Какие-то дополнительные бонусы премиальные вам пацанам дали? Что-то было? Просто, ну, премию обещали до начала плей-оффа еще. И все, как и каждый год. Внушительная сумма, не оговаривали ее? Еще не знаете сумму? Сумму не могу сказать. Ну, нормальная, да? То есть можно что-то такое приобрести полезное для дома? Ну, для дома можно. Какие дальше у тебя лично планы? Это молодежная лига, это выше, что-то, может, по карьере, не знаю. Ну, по молодежной лиге я уже не подхожу, по возрасту на следующий год. Буду двигаться дальше, забираться повыше, и все. Ну, именно в системе, да? В системе Барыса ты себя видишь? Да, все равно охота играть в системе Барыса. А вот есть ли такое послевкусие, знаешь, все равно после победы чуть-чуть, в том плане, знаешь, неприятное, негативное, в каком плане, что все равно все знали, что вы выиграете, да? И вот это вот то, что, знаешь, там усиление со снежных Барсов, все. То есть больше обсуждали не вашу победу, а именно усиление ваше? Ну, я не знаю, почему народ так обижается. Если ребята одна-одногодки того же года, не знаю, почему они обижаются. Как тебе вообще по турнирной дистанции, какая команда реально вот хорошая была, знаешь, вот сопоставима, может быть, с МХЛ российской? Ну, вот именно по уровню, ну, не по классу там игроков, а в целом, вот по игре. Где есть тренерская рука была видна, вот в какой команде там из тех, с кем вы играли? Ну, насчет МХЛ ничего сказать не могу, но вот рисунок игры, видим, был ужас Батыра. У Торпеда, ну, таких вот хороших команд, которые могут где-то хорошо пообороняться и тут же выскочить в атаку и гол забить. Ну, рисунок игры был виден, рука тренера. О бесславном вылете Торпеда со счетом 0-4 в четвертьфинале. Назначение нового тренера и своем увольнении расскажет игрок сборной страны Саян Данияр. Некоторые болельщики из Усть-Каменогорска на меня обижаются, когда я пишу провальный сезон Торпеда, провальный сезон Торпеда. Вот говорят, да какой он провальный, хотя для меня он провальный. Все-таки 0-4 от Актобе, дебютанта, да, Торпеда. Для меня это вот реально провальный. Ты как считаешь, провальный ли сезон был у Торпеда? Блин, ну, такой, можно сказать, смазливый, но конец, я считаю, то, что провальный. Нельзя было выходить так, играть в про-офф. Ну, 0-4, мне кажется, это вот, как говорят, ту матч просто от Актобе. Они реально настолько были хороши или Торпеда была настолько плоха? Ну, блин, сейчас что-то заглядывать в это прошлое. Так Торпеда показала именно свой характер и добилась того, чего она хотела, что и не получилось сделать нам. В Торпеда пришел новый тренер, ты его вроде как хорошо знаешь, да, еще по Караганде. И в итоге, я так понимаю, ваши пути расходятся. Почему как ты сам это видишь? И как у тебя, может быть, это внутренние ваши с ним отношения или нет? Ну, не знаю, но, как мне объяснили, то, что я игрок, был именно аренды. И со мной решили попрощаться сразу уже, не дожидаясь конца сезона. А твои права сейчас в Сарарке все равно принадлежат, да? Ты игрок Сарарки, по идее. Да, мои права принадлежат в Сарарке, но как было в том году, то, что руководство Сарарке всегда, ну, пошло мне на уступки, они, как бы, не закрыты именно клубы, они всегда разговаривают. Я думаю, не было бы проблем, если бы я разговаривал в торпедах в каком-то дальнейшем, но будет, что было. Многие пишут из Караганды, хотят тебя видеть в Сарарке. Это вообще реально, что ты вернешься в Караганду? Блин, ну, очень приятно, что болельщики так пишут, но я не знаю, посмотрим. У Сарарки сейчас идут игры, и как закончатся игры, наверное, будем разговаривать, и буду ждать какие-то новые предложения для себя. Твой прогноз на финальную серию, Намат-Орлан, точнее, Орлан-Намат, да, Орлан повыше был. Так думаешь, кто кого здесь, действующие чемпионы или вот такие вот лихие, и сколько шта у парней? Блин, ну, честно не знаю, две команды такие боевые, но... Намат более, мне кажется, помоложе, будет немного побыстрее, но нельзя списывать опыт команды Орлан, тоже очень такая боевая команда. Я думаю, там будет все решаться в седьмой игре. То есть, затянется серия, да? Я думаю. Самую веселую концовку сезона выдал, кто бы вы думали, Кулагер. В Петропавловске начался настоящий ад. Все друг друга обвиняли в том, о чем молчали весь сезон, и головой облет не упустил возможность поговорить с одним из молодых лидеров клуба. Причем казахстанским воспитанникам. Что же за суета творилась в славном городе Петропавловск? Закончили на 12 или 11 месте. Из 13 команд разочаровали, можно сказать, болельщиков. В связи с этим вот сейчас такие переменные в самом Петропавловске, в клубе. По личному сезону, что могу сказать. Растем, тренируемся, становимся лучше с каждым сезоном. Тебя болельщики не путали с Димой Смогиловым внешне, что очень похожи вы? Нет, что-то борода и все. А ты сам не находил сходство? Ну, мне кто-то говорил, да, что-то похожее. Смотрел ли ты, да по-любому смотрел финальное интервью Лиги Зануриева, и что скажешь, твое мнение? Да и что мне говорить, каждый высказывается так, как он считает нужным, и я не могу не судить рационально все это. Там выше все решают, а мы просто наше дело играть. Клюшки действительно ломались по ходу сезона часто? Заказывают клюшки из Китая, их себестоимость там условно 15 тысяч тенге, да. Это все, что он вез, это абсолютный брак, это списанные клюшки. Все клюшки ломаются по ходу сезона, какие-то быстрее, какие-то медленнее, не могу сказать. Не обращал внимания на это? Нет, нам дают, мы играем. А можешь ли ты себя к какой-то стороне отнести, там, вот ты на стороне Лиги Зануриева или на стороне, там, хоккей? Я не могу на себя отнести, я есть я, просто за себя. А вот мне, кстати, интересно, да, ребята, да, хоккеисты говорили, что он, как бы, Лиги Зануриев не сильно доверял местным, да, мало ставил их в состав, но по факту, вот ты, например, играл очень часто, да, хоть ты же казахстанец, да, хоть и из Павлодара, но ты играл часто, то есть, получается, местным-то он доверял. Ну, местным-то имели в виду то, что там именно ребята, которые из Петропавловска, как Махамадеев, начальник сезона был, вот, Серик, ах, кто еще, блин, я уже не вспомнил. Через голову вот так. А как ты думаешь, почему именно ты, вот, в тебе находил доверие тренер, ну, часто тебя выпускал, ты, кстати, шайбы, вот, в конце очень много забрасывал. Да, там, 20 очков здесь он собирал. Ну, по конец сезона провел очень сильно, почему тренер доверял тебе? Ну, я не знаю, потому что показывал себя со своей лучшей стороны, работал и делал то, что от меня требовалось, тренерский штаб. Павлодар, планируешь возвращаться или нет? Предложение поступало, посмотрим. Все возможно. Обещать тоже не буду, говорить заранее. Слышал ли я его назначаем в новом директоре в Кулагер, читал ли, знаешь ли этого человека? Я нет, знаю. Вообще, от Петропавловска новостей мало доходит пока до нас. Ну, подпишись на головой в лед, читай новости там. Я не подписывался. Все нормально. Конечно. Будь в курсе новостей. Внимание! Я хочу напомнить, что в прошлом выпуске «Головой облёт» золотая шайба Самрук Балакап, он есть на YouTube-канале «Головой облёт». Откройте раздел «Видео» и увидите прошлый выпуск. Разыгрываются три мощные стильные шапочки клубов лиги, а главное, очень редкие. Такие вы точно в магазине нигде не найдете, у самого клуба точно тоже не найдете. Поэтому возможность есть выиграть именно в программе «Головой облёт». Участвуйте. Конкурс там продолжается. Ну, а сейчас близится теплое время года. Лето уже не за горами и самое время сменить головные уборы. И посмотрите, что есть у «Головой облёт». Какая красота есть. Ну, во-первых, бейсболка «Орлана». Это финалист нашей лиги. Посмотрите, какая классная, стильненькая. Сзади вот выбита надпись, вышита «Кокшитау». Ну, флексить, ходить гулять в такой бейсболке – одно удовольствие. Посмотрите на этот логотип, как он мощно вышит. В общем, все очень качественно, все очень мощно. И тут же второй финалист лиги «Намад». У меня осталась бейсболочка «Намада» одна, и поэтому с удовольствием ее тоже разыграю. Итак, два финалиста лиги. «Орлан». «Намад», кстати, за кого болеете, пишите в комментариях. Ну, и вот еще участник матча за бронзовые медали за третье место «Актобе». И вот здесь обратите внимание, кто им делал мерч. Это бренд атрибутика и клуб. Есть вот бирочки. Ну, посмотрите, какая красотища, как же стильненько. Это заслуживает, ну, отдельного упоминания. Поэтому вот такие три мощные, стильные бейсболки. Есть возможность выиграть у каждого. Какие же условия? Да просто напишите вот прямо сейчас под этим выпуском в комментариях, почему Казахстанская лига по хоккею – самая лучшая на планете Земля. Ваше мнение и аргументы. А также в скобках укажите, что вы хотите выиграть. Без буквы «Орлана», «Намада» или же «Актобе». Самые, как всегда, лучшие креативные комментарии будут отмечены, и призы отправятся именно вам. Количество комментариев не ограничено. Меня зовут Артем Буланов. За камерой Евгений Лежнин. Выпуски «Головой облёт» выходят каждую неделю, поэтому подпишитесь на YouTube-канал, подпишитесь на все социальные сети, чтобы не упустить анонсы, не упустить инсайды. Много информации, которая не выходит здесь, в основных выпусках. Вся есть в социальных сетях «Головой облёт». Увидимся через неделю, поэтому не прощаемся. Виртуально жму руку каждому из вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова